Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ситуация проблемных отношений в возрастной паре при наличии эмоциональных измен или таких элементов, как неприносимые женой взгляды на чужих дам и их выпеклости, речь о мужчине 60+, может ли оказаться полезным коучинг? Давайте мы с вами, во-первых, сразу разберем, что такое коучинг. Коучинг – это постановка целей и последующие их достижения. Если у вас есть цель, какая-то, и вы хотите ее достичь в этом смысле, то коучинг, безусловно, безусловно, может оказаться полезным здесь. Это правда. Но нужно, наверное, понимать, что достижение определенных целей не решает проблему. Ну, например, проблемы в отношениях, да, и так далее. То есть это очень важно понимать, этот момент, что коучинг просто помогает достичь тех целей, которые человек себе ставит. Ну, то есть вот, то, что для него кажется важным, нужным и так далее. Дальше. Психология и экстрасенсы были, увы, без результата. Ну, вот, данное пояснение, на мой взгляд, и скрывает вот эту возможную вашу проблематику того, что вы неверно понимаете, ну, скажем так, цели и задачи коучинга. Да, вот, то есть, вот, какую цель-то вы ставите по итогу, какую цель вы, ну, какая цель у вас, ну, вот, вот что у вас. А цель вы никакую, вот, в принципе, не описывают сейчас. Ну, то есть вы и пишете, конечно, о том, что вот есть эмоциональная измена, да, и так далее. Ну, во-первых, что-то, что есть эмоциональная измена, да, то есть эмоциональная измена, это то, что воспринимается вами, вот. Ну, а вот для человека это может быть абсолютно нормально, вот. То есть если вы считаете, что смотреть на людей, кажущихся вашему мужу красивыми, да, это неправильно, это ненормально, что обратить внимание нужно на следующую вещь, первое, нужно обратить внимание на то, когда, так, ну, когда это началось. Это первое, то есть было ли так всегда или началось с какого-то момента, вот. Это первое, то первое, на что нужно обратить внимание. Второе. А, значит, ну, как вы говорили, да, об этом, своему мужу, говорили ли вы, как вы, ну, до него, это, доносили, если доносили. Итак, да, о, в какой форме, да, то есть, ну, в конфликтной, в неконфликтной форме, ну, вот. Самое, что, ну, если вы это доносили в конфликтной форме, то нет ничего удивительного, что ваш муж на это не отреагировал, да, потому что, там, обвинения и так далее, все это не способствует налаживанию, скажем так, ну, контакта, коммуникации и так далее, вот. А, значит, вас это задевает, конечно, безусловно, но нужно понимать, чем. Одно дело, если речь идет просто о ценностях ваших, это одно дело. Если просто мы говорим о ваших ценностях, да, вот, которые ваш супруг, там, по ряду причин, допустим, не соответствуют. Или вас это задевает, по какой-то другой, более глубокой, более личной причине. В таком случае, проблему нужно решать уже вам непосредственно свою. Ну, вот, потому что, если вот этого не будет, да, то есть, если эта проблема решится, муж перестанет смотреть, там, на кого-то, ну, вообще, проблема, скорее всего, останется. Она никуда не уйдет, она будет. Поэтому, что-то очень важно на это обратить внимание. То есть, опять же, вот вы пишете, а, или таких элементов, как непереносимые женой взгляды на чужие дамы и их выпуклости. Но если жена этого не приносит, то что должно произойти? Муж должен перестать это делать? Хорошо. Какая ему выгода, что он получит, если перестанет это делать? Вот. То есть, ну, если он, вот буквально, если он перестанет это делать, то он получит. Он же это делает, потому что чего-то хочет, правильно? Вот. Что он получит, если перестанет это делать? То есть, отношения нужно подкорректировать. Вот. Вам нужно посмотреть на свои ресурсы. Что вы хотите ему уже давать? Что вы можете ему уже давать? А что вы не хотите ему давать? Что вы не можете ему давать? А вот. Нужно посмотреть на ваши требования к своему супругу. На основания непереносимости, как я уже сказал. Вот. Вы пишите. Проблема в музе. Да. Все. Вот смотрите. Опять же, нужна постановка цели. Задача. Проблема в музе, что я хочу. Вот. На семейную не пойдет. Заявил проблему, у меня он в порядке. Что я дура, сумасшедшая, придумываю все. Как считаете вы? Вот. Как вы считаете? Вы считаете, что он не в порядке? Вы считаете, что вы не придумываете все? Вот. А если вы не придумываете все, то как? Ну то есть, предположим, что вы считаете, повторюсь, то, что делает ваш муж ненормально. Хорошо. 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 Предположим, что то, что делает ваш муж абсолютно ненормально. Но ненормально для кого? Ну, очевидно, что ненормально для вас. Какой мгновитель этого шаг нет? Ооо, вот. И что делаете вы? Вы хотите своего мужа исправниться? Вот. То что вы делаете. Ходит свою мужа исправниться. Грубо говоря, на мой взгляд, вы хотите его заставить, Делать то, что кажется правильным вам, насколько это хорошо – большой вопрос. Насколько это работает – большой вопрос. Понимаете? Исправления на людей работают не очень, потому что люди начинают сопротивляться. Также очень важно понимать, что наличие измены в отношениях, да, ну, к этому можно как угодно относиться, да, ну, допустим, ваш муж там, к примеру, может не согласен быть с тем, что это измена, да, он же просто смотрит как-то. Но, тем не менее, наличие таких проблем означает определенный кризис в отношениях. И за этот кризис ответственны вы оба. И соответственно вам, вот ваша задача, да, ваша задача заключается в том, чтобы свою часть ответственности для себя разобрать, рассмотреть, спросить себя, что могу сделать я, что хочу сделать я, вот, нет ли здесь, значит, каких-то следов, значит, психоэмоционального конфликта, по-вашему. Вот. Такое бывает. То есть, ну, на самом деле, да, такое бывает, когда, вот, значит, измена, и, вот, люди объясняют, да, говорят, что, вот, сомневаюсь, она у вас другая, другая девушка, она очень красивая и так далее. Вот. А на самом деле есть проблема с взаимоотношением между супругами, вот, но характер их отношений не позволяет им об этом говорить, вот. А подобные действия, вот, пускай они и вызывающие, пускай они оскорбительные, пускай они и откровенно некорректные, да, вот, но подобные действия, они понятны и являются выходом. То есть, смотрите, а, сохранили ли вы с мужем, да, партнерское взаимодействие, партнерские взаимоотношения. Вот, на мой взгляд, как я думаю, если вы такое большое отношение придаете тому, что он на кого-то смотрит, вот, я думаю, что в этом случае вы не находитесь с мужем в партнерских отношениях. А, значит, у вас есть проблемы с доверением, проблемы с общением, с искренностью, в отношениях я имею в виду, с искренностью в отношениях. И тогда со всем этим у нас есть проблемы. Это можно скорректировать. У него же было за пять последних лет две тайные приписки, первая романтического и ностальгического, вторая интимная, вот, и так далее. Ну, а это вы к чему? То есть, вот, за пять последних лет, да, было две тайные приписки. Ну, это означает, что за пять лет назад начался кризис какой-то. Вот. А, реальность принять и вы пишете невозможно. Почему? На что вы опираетесь? Говоря о том, что это невозможно. Хорошо. Это невозможно. Ну, и какой, какой вывод, что нужно переделывать вашего мужа? Залог успеха в отношениях это, безусловно, принятая партнера. Вы можете не принимать своего партнера, но тогда за это нужно брать ответственность. В смысле того, что если вы не можете принять своего партнера, вот, то это означает, что вам все не попуты. Вот. Или вы можете принять что-то в себе, чтобы было легче принять партнера. Но это вопрос психотерапии. Так, значит во время первой переписки я хотела, так во второй переписке, чтобы он умер. А вот, вот такая реакция, да, она про что? Очень напоминает просто зависимое отношение, да? Зависимость вашего. Вот. Возможно, психоэмоциональную зависимость от вашего мужа. Вот. То есть, вы сами не считаете свою реакцию на эту проблему? Чего ему не хватает? Я копалась, анализировала, и все, я могу дать ему сейчас. Ну, это нормально. Вот то, что вы не можете ему дать, и он соответственно ищет это настроение. Это могло бы быть компенсировано, да? Если бы ваши отношения были открытыми и доверительными. Но для этого мы не выстраивали их как партнерских. А какие они у вас? Мой вес был в возрасте 20, 30, 40 и 50. Сейчас он 64. Я не думаю, что делаю весом. Я не думаю, что делаю весом. Восхищение тоже не давало особо по жизни. Богом не называл. Глаза не закатывала. Не было для этого причин. Если у вас не было причин восхищения. Здесь, кстати, чувствуются некоторые обиды, как будто бы на музе. Вот. Но если у вас не было причин для восхищения. Вот. И. Да. То есть, мужчина не чувствовался даже желанным. И им не восхищались. Какие основания тогда для вашего брака, и для ваших отношений. Вот. Ведь, получается, что вы относились к нему довольно прохладно. А человеку уже не мало лет, и он понимает, что возможно он не почувствует искры в отношениях, а этого хочется. Я уверен, что этого хочется и вам, потому что вы оба выбираете, наверное, самый лёгкий, но в то же время деструктивный путь для того, чтобы это почувствовать. Вы выбираете не самый лучший путь для этого, понимаете? Поэтому я бы сказал, что вам здесь в первую очередь нужно разобраться в себе. Реальность принимать не обязательно, но ответственность брать за то, что вы что-то можете принять, а что-то нет, пожалуй, необходимо. И если вы хотите отношения с мужем сохранить, то, конечно же, над ними нужно работать. В первую очередь, вам. Потому что он не видит в этом проблем. Вот. И один из ключевых моментов заключается в том, что если вы считаете, что человек должен от чего-то отказаться, да? Ну, вот вы считаете, что он должен чего-то не делать. Вы знаете, для чего это нужно вам. Хорошо. Вы знаете, вероятно, что получите вы. Но для чего это нужно ему и что получит он вследствие отказа от своих действий. Вот. Это большой вопрос. И не очень понятно, насколько этот вопрос вас интересовал. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! 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 Продолжение следует...